я это закидываю просто вышел на свежем и начали все запаривать типа чего за видео ха-ха потому что хейт нужен по-любому такие жесткие вещи здесь не снимешь вот карина кросс она с момента ругала так нахера сюда пришли надо работать ему так было что заказчику не понравилось допустим твой реклама или не понравилась отдача твоей рекламы самое главное было задача это коллаборация засветиться у них на странице 2 боя выиграл то откуда было предложение был момент короче мне холстер звонить ага станет ищу в основном я да не такой ну как я себя показываю это сюда закинул сообщение от хазбика меня боясь камер боя сцены и вот я до сих пор не привык что я так на улице не могу историю станка что на меня смотрят думать чудо долбать не жду пока все разойдутся вот резко быстро быстро что скажу на улице витос приветствую тебя еще раз сегодня мы в новой локации снимаем бибро и хотелось бы так свете не данных событий ты недавно выписался с больниц хотелось узнать что у тебя было с глазом да я помню да и как все прошло когда-то давно лет 12 назад меня со здоровьем проблем начались и глаз тоже воспалился там увидит или доциклит какой-то его 12 лет ничего не было и он опять так постучался дверь типа привели уже как следствие было ну на глаз или именно с глазом проблем был и вообще с суставами проблем болезнь бехтери называется и на этом фоне глаз тоже дало обострение там и вот опять появилась просто глаз воспалился покраснел и я обратился врачи меня положили в полицию то есть две недели до поли неделю ты не пробовал а вот то что летал в адрес да помыто просто отдохнуть или тоже на там видится и вот я взял билеты и это на следующий день меня уже положили я искал игру в пятницу я улетал по-любому надо выписать должен был меня выписали в среду я должен еще дня 4 точно полежать но как лечение прошло неделю в запертии пробовал вообще выходить нельзя не запускают не выпускают ни за каких-то ковидных мер единственное что я не понял почему врачи выходят врачи выходят персонал выходит заходит и можно как ты короче всю неделю день до пробовал по моему получили два дня уже никого кого-то мне за сей да так ну лучше одному по храплю там до суда и видели видео да не мешают снимать историки нормальный сними шик а тогда нормально один полежал наши хочется еще начать прям с истоков ты писем мало информации хочется узнать где родился чем занимался в какую школу ходил то есть ты в воде кавказе вырос родился здесь доводи кавказе вырос здесь рос на баме всю жизнь в одной доме короче не гаса локации менял школе учился сороковой в районе алана на 11 классов там проучился потом первый год я и игорь не сдал один предмет и пришлось один год пропустить потом один предмет я сдал все-таки биологии поступил в сугул на факультет физической культуры и спорта ты закончил закончил бакалавр и все по специальности не работал но ты спортом вроде занимался да как я знаю спортом занимался джудо было или по детству на джудо ходил потом проблем начались со здоровьем все пришлось оставить учился лечился и какой-то момент у меня друзья все начали борьбу ходить а мне спорта вообще запретили и я врачу врача спрашиваю можно мне начать заниматься серьезно они сказали нет но кто как остановит короче я пошел на борьбу знал только отец мама не знала мама год не знала что вы на борьбу хожу мне приходилось сумку прятать вещи прятать свои в итоге моменте спалился и а я уже бы проходил она сказала раз ты ходишь уже год то вы играть занимайся занимался я ну 16 я пошел на борьбу где-то до 22 лет пути запрещали но в итоге какие-то последствия от этого были смотри как было изначально мне вообще запретили заниматься спортом я начал на турниках заниматься качаться и в итоге я за два года на был набрал 20 кг приезжаю они короче офигеть типа них я себе а вот тогда теперь занимайся теперь как ноги качать и поделать многие худые остались и вот на этой волне начал заниматься в итоге мы у меня было вспомнил артрит по он назывался и он перерос болезнь бехтерева при этой болезни короче рекомендуют заниматься ну гимнастикой это все потому что идет окостяний сустав я на постам двигаться чтобы низко кожу сыграть и вот так и вот 22 где-то вот так опять началось обострение и борьбу тоже пришлось оставить ну сейчас для себя занимаешься добры что то есть турники вроде хороших ну да поддерживать на новостан а вот и окончил получается вузы нигде не работал ничего не пробовал мне это уже где-то на четвертом курсе да уже вот мы заканчивали с боги скотина пошло и вот на этой волне работающая в этой сфере читай не не вижу смысла идти работать преподавательной физкультуры там зарплаты не очень но так в перспективе хотелось бы где-то то есть какие-то планы есть там куда-то устроиться еще что-то покажет либо ты именно строится мужчиной видимо меня устроиться точно не хочется потому что не хочется работать на кого-то хочется вот как сейчас на себя и также будущем чем-то открыть не знаю заведение там есть человеку кройте свой бизнес куй надо забабахать вот касаемо блогерство за чего ты начал тоже расскажи то есть когда ты понял что у тебя получается и откуда вообще ты понял ну где начинали как ты понял что у тебя принципе получается играть то есть у тебя есть актерская игра определенная вообще меня вот здесь вот это не знаю даже не школе еще раньше даже короче в детстве я ну до школьных времен я пел короче во дворах там оперу и витаса круче в моменте приходил в магазин я там спою и там чипа тюс мороженого ли этим пользовался конечно просто и на этой волне и поставлю гореть вот это как и по будущий актер там это все я как-то на это внимание не обращал и в итоге как все получилось я вообще не планировал в этой сфере двигаться от блогерской просто 2000 подписчиков не было просто там моменте может смешные фотографии закидывал там какие-то видео и просто может по годам тоже . это примерно было ориентировать где-то года три назад я точно скажу к ну сейчас короче отправил другу видео под музыку я корчу рожу короче у кого где-то видео почти повторил просто поделал и он посмеялся типа я не понял он сказал закинь в инстаграм в ленту а я ему как историю отправил в директ я это закидываю что-то просто вышел на свеже день начали все запаривать типа чего за видео ха-ха там туда снова тренировках начали запаривать я решил еще одно видео закинуть еще одно закинул и мне пишет парень у него была группа american track назвалась там было где-то 200000 подписчиков я передавал я к себе выложу это видео и посмотрим как она грыза летит по-любому ну давай чё и он выкладывает и пошло от короче подписки пошли вот это был период когда дрались хабиб и конор период я помню прямо тогда это было уже когда 5000 набросил так они росли росли пришлось дальше снимать одну сам процесс допустим съемок насколько это сложно было то есть самом начале сама чай было не сложно потому что я снимал не войны вот такие вот начал со своей рожей короче вот корчить это все потом понял что не вариант постану одно и то уже двигаться и постепенно начал какие-то войны снимать и короткие ролики его час уже сейчас тоже войну сейчас думаю уже начать какие-то персонажи создавать вот как ильпач вот такие моменты там по сложности даже думал его пригласить пока и по сложности из честно нелегкая тема годами минутный ролик менял занимать по 3 по 4 часа у так съемок вот это тоже хочется для зрителей наш раскрыть все таки обратную сторону кажется все очень легко смешно забавно то есть ты улыбаешься но при этом понимаешь что когда я смотрел твои ролики лимита истории с больницы то есть во первых к этому нужно догадаться до этого да потом все это снять потом сюда смонтировать тоже как ты это делал то есть и человек понимает что за кадром большая работа насчет больницы это вообще мувать момент когда вот случайно что приходит был то опять также кому-то видео отправлял и просто ну рот был чуть прикрыт я просто да да ответил и потом подруга сделать типа я короче с кем-то разговариваю потом типа вот с ума сошел и на этой волне такие истории поснимал ну вот опять же обратной стороне тоже очень много людей которые там поддерживают да смеются в основу тебя юмор но опять же есть хейт да определенный как ты с этим справлялся самом начале я сам по себе такой человек что я никогда не обращал на такие негативные мнения какой-то окружающих и вообще нормально к этому носил изначально вот сразу есть вот сам большой хейт был самом начале вообще нормально к этому относился небо такое что я прям склинулся из-за кого-то там обращение ко мне или сообщения не вот такого сейчас намного меньше стало почти нет уже хита и я честно сказать им недоволен потому что хейт нужен по-любому это когда тебя направляют да тебя один образом ты идешь по правильному пути может быть еще что просто нечего хейтить но все равно даже ты вот таким ну в каком-то смысле непростым направлением тоже занимаешься юмор это тоже нужно уметь подать и ты один из многих у кого получается то есть твои шутки твои видео именно воспринимаются положительно то есть ты чек считывает юмор он понимает ему смешно но опять же сейчас очень много снимается искать пошлого так далее то есть где граница вот между тем между тем что будет просто смешно и как-то допустимо для людей где граница когда будет хейт и опять же очень многих сам тоже знаешь которые на этом подскользнулись можно сказать да то есть с большим негативом столкнулись одно дело когда там несколько человек до какой-то негатива когда массово люди там отрицательно на это реагирует что в этом случае делать то есть как не ошибиться вообще он в этой сфере самое сложное придумать вот идею сценарий все раскодировать это все и вот по поводу твоего вопроса честно я никогда не задумывался вот блин если я так сделаю то наверное это хреново будет ну просто чувствовал что так надо что так смешно так нормально есть люди кому юмор не удается у них как-то не знаю не получается и у них есть какая-то своя методика кто-то на черном по черной . это на грязи в этом всем ну мне кажется легче всего подняться вот на такой теме черный хайп короче да если цель просто известность грубо говоря ну вот был больше на этом вариант подняться если там выложить что-то смешное и что-то толкует не хипишь то естественно на хипище больше внимания будет люди любят это смотреть я это не люблю это жизнь абсолютно разные направления же там допустим те же пранки то есть делал подобное что единственный пранки над мамой проходить и все больше как этому относишься в целом пранком до смотря каким есть и хорошие пранки вот американцы снимали например летом они брали водяные пистолеты такие большие просто подбегали кидали кому-то начинали стрелять друг друга его то весело это смешно и по-доброму также и подушки кидали там 5 типа джал подушку таким начинаем подушками драться такие пранки нормально вот где издеваться на людьми ну вот я допустим у нас но у наших блогеров именно российских замечаю в основном опять же ну это молодежь пожелал сам бы да вообще некие границ очень жестко позволяйте все что угодно само собой да кто-то серьезные ответить то есть не допустит подобной ситуации да но большинство как бы там или убежит или промолчит как ты к этому то большинство пранков снимаю где в москве таких городах ну насчет пранков именно все туда уезжают потому что там ну люди такие сами по себе боятся что-то ответить там такая вседозволенность здесь большинство таких роликов не снимешь вот мой друг снимал они кровь снимает такой пранк типа можно газ набрать им давать телефон и он убегал кровь с телефона и моменте это этот главный страх до любого кто до телефона последний ну я неплохая по сути ничего там такого да и моменте мы у пацану взяли телефон ягод убежал они будут так стоят ягод и постановился возвращаясь типа это пранк на серьезкий какой он пранк ничего играть и пишнули грамм здесь не вариант такой снимать можно придумать кончета по-доброму такие жесткие вещи здесь не снимешь еще вот опять же большинство тех людей кто так жестко себя пиарит ну само собой потом дальнейшем продавать до через свою аудиторию на большинство и опять же ты сторона когда рекламирует и продают все что угодно сейчас очень популярна там те же ставки до метана то есть их как-то завлек и просто дальше там пытаешься навязать краска явно куда филистическую схему или еще что то да конечно есть люди которые купятся на это да ты твое отношение к твоим подписчикам как-то готов ли ты ну что это счет вот таких реклам я сейчас надо митнял много ограничений что они рекламиру ставки это все точно и два раза обжегся я про рекламировал пивной пивнушки его разами окружить запали в директе типа зачем зачем в итоге я туда тоже перестал это небоскай был сущим боскай нормально табачки точно нет вот насчет ставок это все единственное ну я не говорю что никогда не буду рекламировать но единственно что могу про рекламировать будущее это наверно 1xbet ну вот не на вариант греки не ну я думаю наше просто одно дело про рекламировать как то есть людям объяснить что это это один способ развлечения тоже в первую очередь да то есть я я сам относительно там несколько лет узнал что ставки это не прийти и ждать именно победу в любом случае до одна из основных целей этих баров это отдохнуть то есть просто с азартом определенным а то есть аудитория которая идет отдыхать и там с определенной суммы они понимают что они там оставят они спокойно к этому есть часть конечно большая часть которая пытается на этом заработать и и на этом же я не этим и играют получается то есть именно вот этой наживой большинства то есть смотря как подать тоже абсолютно никто конечно не заставляет идти но когда ты чеку навязывая что ты обязательно выиграешь и сделав вот это то есть это уже наверно вот эта граница которую ты здесь начнем но я никогда не буду рекламировать это вот эти то что продают там в телеграм-канале вот там типа я вас научу зарабатывать вот это все такой точно это на это стопроцентный обман зная это все равно люди ведутся сильно популярен то есть это может повестись там я тебя научу зарабатывать если бы он умел зарабатывать ты думаешь он тебе помогал нет такой естественно в жизни и все равно люди ведутся такой точно не буду рекомендовать насчет ставок там нет такое что принуждают в основном там вать и под завтра игра типа такая такая команда образу меня туда фрибет какой-то там и все там нет принуждения никакого часто же продают именно прогнозы когда начинают продавать на прогноз то людей это все точно нет вот вот такая чем завтра игра там вот по моему промокоду получите можете получить фрибет и все никого не надо принуждать там сколько весь ставят все ставят к вот эти ставки реклама повсюду они везде все их видят и за то что я прорекламировал от этого ничего особо не будет и вот такой может быть когда-то буду потому что они очень хорошую сумму за привода особенно вот эти типа там я научила зарабатывать я понимать тех кто их рекламируют там это здесь такой менталитет у нас а там в городах других россии у них особо такого менталитета нет там думать о других сложнее да подобное продвинуть на про людей наверно может просто нету денег это все тоже денег стоит до соответственно там минимальных как бы а им предлагают очень хорошие суммы естественно не соглашаются почему есть есть там предложите миллиона два шутки просто историю записал естественно ты согласишься на 15 но надеюсь оно такое никогда не подпишусь а вот ставки 1x может быть будут ты сам помнишь когда ты первые деньги получил среди короче что это было вот именно к рекламы я не помню но я ждал у меня было где-то 56 тысяч меня уже брали рекламу я всем отказывал одну до 10000 доберусь подписчиками уже начну и по моему первый ценник мой бог 300 рублей вот что что рекомендую вообще не помню у меня было в день по несколько реклам и вот я понял в период до три года назад правильно до часу день пошли и постам там каждый день по низкой рекламу же что-то просто с нихера деньги копают что я просто что сказал еще и моменте мог так затем магазин колу купить три год козыть и выкинуть и крути по счету куплю еще то эти моменты были на потом так постепенно постепенно ценник поднимался и нам а вот уж именно первое что было не помню а сейчас это секретная информация сколько стоит реклама всем отвечаем получается у тебя stories на пост именно рекламный ролик да то есть ты можешь stories стоит 4000 час на момент это просто от моего лица если я говорю там приходи туда-сюда ролик стоит 15 у меня сейчас на данный момент но я к себе это ничего не выкладываю я им снимаю им отдаю и все в ленту я рекламу вообще не делаю не хочу застрять потому что я не так часто снимаю не хочется застрять рекламы потом но это хорошая тема например предлагают вот в ленту сколько будет стоить я не знаю это тысяч тридцать на 20 где-то 20 просто выложить три дня и удалите все потому что актив 3 дня действует и потом можно удалить и там тоже нормальные деньги на не хочу пока идею сумму сумму рекламы ты сам как правило да сам приду вы сам редактирую ну все это кроме сам сам приходит делать кто еще интересно в начале когда ты начал заниматься своей странице ты изначально знал что ты можешь на этом зарабатывать особо в этом не думалось честно это был такой период когда вот только-только все начиналось именно кто подхватил до этого еще раньше они участвовали нормально живут нормальную аудиторию имеют потому что раньше было намного легче ну это ты имеешь ввиду за республику в принципе в пределах республики у тебя одна из самых да по-моему как именно блогеры который снимающий вайны ну да а так у нас есть люди большая аудитория допустим когда там тома да начали видеть там твое творчество как это там да тебя мама активно участвует во всем этом как ты думал мамня сама и юморная и пока не был такой что чуть такой там просто делаешь и делай в этом даже не разбиралась чуть такое потом уже когда потихоньку заработок пошел то есть изначально до понимание как было то есть тебя не трогали осу не такое ничего не было я и матерился на видео и мало паса говорит понимать не матерись на видео там не матерись ну блин в некоторых моментах мат очень сильно украшает шутку вот прям вот надо бывает прям без него не так смешно быть как с матом и приходится ну бывает да мы сами по себе очень сильно матерюсь стараюсь конечно в общественных местах в пределах не материться но бывает выпрыгивает а так небо такое что там запрещали что делать и вот мама как только поймала что заработок пошел тоже процентах сейчас уже такой момент что отец и мало нет начинает там так-то там реклама есть там типа пахан тоже мы эти звони ну чё там реклама есть еще там такие моменты как дела короче да как бизнес идет вот мама допустим когда у тебя часто тоже чувствовал она ей это нравится или она вот чисто потому что что поддержать тебя это дело начали было только пока были отказы потом я заставлял игру по-любому надо потом наверно больше поддержка влача с уже нормально подключается игры там надо снять возмущается типа то блин вот сейчас вот это все учат я накрашусь и начинается бога оденется накраситься вам просто от меня снимается уже уже не поддержка от понимания ну сама тоже на я не знаю муж мне нравится тоже сниматься в целом да то есть не бывает там разговоров типа касаемо работы прочего то чем мы говорили очень тяга и что там все равно нужно какой-то классический до этого было естественно мама всегда хотел чтобы я хорошо учился шубя работал и поначалу конечно естественно было найди работать это все сейчас уже заработок такой нормальный пошел и уже особо речи не эту работе но ну заработка да но в плане якобы дальнейшей ноги же часто говорят там чтобы какая-то профессия была чтобы чем-то занимался то есть уже ну а понимаешь что это я не хочу на кого-то работать на для меня от хуже этого ничего не тушу на кого-то работать ну такое относительное конечно понятие на кого-то ты ты еще ты на своих зрителей работаешь я не хочу быть зависим от от кого-то там я часто в плата выезжаю там куда-то улетаю и не хочу чтобы от кота отправляется на родители допустим опять же как относится к перелетам там нормально я могу за месяц не искал это улететь там поехать уже как-то нормально и тоже интересно вот касаемо опыта московского да ты поехал какое-то время да ты там был тоже снимал там вот очень интересно узнать какой это для тебя был опыт в этой сфере да ты столкнулся с людьми которые уже этим немного дольше занимаются да там многомиллионную многих аудитории как опыт когда-то я все было мне написал блогер баргаев руслан его 2 миллиона аудитория и типа из горты москве давай поснимаем и на тот момент мы уже с холстом здесь активно так так что снимали для tick tock особо песня тоже песня зашла тоже а хотя не тут мы до вылета и короче мы просто с магнума вот сэм-клаб мы вот так сочинили как-то изначально мы 23 он так записал я 3 записал типа мы поспорили кто быстрее запишет а потом это совместно быстро накидать что-то что-то и выложили в tick tock и умеете бах-бах и буду танец и повторяю в итоге в общем там 41 тысяча клипов сняли по этот клип и вот этот блогер мне написал я холсту говорю так то так ты можешь москву поедем поснимаем естественно за и мы вылетели встретились с этим блогером встретились там чуть-чуть что пообщались поснимали пару роликов и по моему на следующий день он опять нам пишет типа давайте как увидимся опять поснимаем и у них у них есть свои эти помощники ну они с нами связывались типа надо прийти со своими идеями и мы так что посмотрели то какие-то идеи по придумывали пришли проснимать а хосар до этого брал интервью у этого биту его но тоже больше двух миллионов аудитория они друзья с этим баргаев и 3 3 раз уже мы увидели вместе с ним биту и вы тоже поснимает так прикололись что-то что-то и вот так потихоньку каждый день что-то кто-то новый там уже карина кросс подключилась это все и каждый день мы снимали каждый нам помощники писать по завтра так-то там 12.00 горки там парк горького точнее приходим со своими идеями и вот так мы снимали люди они такие простые ничего в них суток у нету они такие обычные люди как и все очень для того чтобы с ними снимать там но это во первых ничего не стоит правильно то есть именно совместный контент основная задача если они интересу допустим изначально в чем буду то что не прессе интересно и 7 не интересно то это естественно денег стоит чтобы с ними поснимать а так если он за тобой заинтересовался то особо проблем нет ну так собирали снимали вот карина кросс такая наша колтуна она с моменте рукава так и вот как как сказать как раз я борыгая биту и холстер так ну холстер более посерьезнее он более на него похоже на карину кросс и могли вот так мы во время съемок там что хернёй страдать смеялся и она так орала на херна сюда пришли смеял их надо работать ему так постойки из меня создавали и работали она такая это работа для вас как образ жизни девушка вот гонял у нас да вот так со многими блогерами познакомились поснимали опыта можно сказать набрался там но как сказать туда переехать жить я не хотел не москва не нравится не люблю там находиться долго мы там месяц пробовали поснимали хорошо опыта набрались самое главное была задача это коллаборация засветиться у них на страницах и мы это сделали каринный кросс тоже засветились потом в итоге но и с холстом похоже они в итоге нормально сдружились карина кросс они там уже прям хорошо а я учиться с пацанами и я вернулся холстер решил там остаться и в итоге он там за движением а я решил что я не легче будет просто на месяц уезжать туда москва то 5 коллаборации поеделать и опять приехать цели переездами туда как бы за точнее цель переезда и в основном меня вся работа здесь это я сейчас перейду в москву это не знаю сколько времени там рекламу точно не буду делать потому что у меня основная аудитория здесь москва на втором месте мы все равно пока не там обо мне узнают это все это там вы выживать буду тоже доработать опять же по рекламе там куча рекламы до снимается у тебя очень много за это время было и было что там заказчику не понравилось допустим твой рекламы или не понравилась отдача твоей рекламы бывали такие случаи таким но очень редко такие моменты вы но когда заказывать рекламу я пока сниму и отправляю типа нравится нет но в основном я в начале так делал говорят там нравится там не нравится там добавь что то что то тоже сейчас в основном такого нет я просто говорю скиньте просто приблизительный текст у меня рассказать и уже я своей манере просто говорю и очень-очень редко договорят типа ну паха реклама сама реклама продывает ожидания то есть конверсия хорошая от него говорят да жаловались несколько раз это были девочки и это тоже хороший опыт я два раза дело рекламу девочка не уже ну женские темы там а у меня более мужская аудитория но я предупреждал я говорю у меня больше мужской аудитория может быть моя реклама не будет эффективно давай попробуем а у него там виктория силы да и всякие косметика там я сделал рекламу нами где типа очень молодых людей пришло вообще до слабо я предупреждал что что-то в итоге там с деньгами распределись типа больше половина дал обратно остальное ставил и с тех пор я всегда пишу я была моя реклама для вас будет не эффективно вам не стоит мне платить и ничего этого не получать и в итоге вот так расходимся то есть ты допустим если кто-то обратился и ты понимаешь что это не зайдет словно дату аудитории ты как бы от севера я не только блин деньги нужны надо по-любому что приобрели я как пишу будет не будет эффективно там уже да не рекламируют они рекламируют тебе я у тебя это не надо ты потратишь только денег а ничего не получишь лучше на другой группах лучше закупишь нежели у меня так нет особых такого что при налог по-любому прикрыть и чтобы деньги забрать еще такой момент у тебя часто там ролики в этом сплэй-баров до каких-то так далее то есть местами развлечения ты сам как проводишь досуг то есть свободное время как любишь в основном мы просто спортом собираемся играть вот единственный наш досуг последнее время и можем момент иногда в ресторан пойти там потанцевать и все это единственный мой досуг бывает развлечение и все как многие же часто бывает жалуются в осетии там некуда сходить и так далее у тебя бывают такие мысли то есть люди тоже разные не особо не только что я рвусь там где-то кайфануть где-то приколол забы ты в москве да уже жил нас в москве вообще на не ходил что ты понимал я не не сказал там в депо сходить есть такое как заведение так назвать в клубах я никогда в жизни начали никогда не знаю когда нибудь схожу а не был почему не не хотелось и нет такое что не хотелось ну как-то не знаю не получалось там уметь ему не было такое рвение тоже тут сходить а тогда в осетии особо таких мест нет где можно прямо отдохнуть в горы ездите вот горы часто на навод часто один просто еду там посижу обратно приезжая ты себе 140 война по-моему это недавно да 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 но же как те классику да решил ты выбрану на это от суммы зависела так а за эту сумму единственно нормально вариант был еще хотелось это вход бюджет и ну 300 так то есть получилось взять и да да ты у знакомых или искал вообще у меня были мысли 140 и 220 ну я остановился на 220 я искал искал в итоге они все пущены в эту страховку в основном и вот за эту цену вообще нормально ничего не было и там на один наш друг просто вспомнил что кто-то продавал 140 фиг дома фиг до него фиг до не и это короче наших знакомых дядя кто продавал и за 300 мне удал она еще long и смази до меня сиденье до конца в короткие за мной там смеси вот на место можно так лечь его хейзицы габаритом вроде сразу привык единственную жопу не чувствую когда назад сдаешь такой щенка утащил дарить выхожу там еще метра два смеси патроника не работает и а так как те машины довольны погуля первым я была цишка 202 цвета она меня честно запарила прямо до ила прям хоть по сам что ломалась что ломалась что я и продал а вот это пока нормально так вот прям тебя перспективная цель какую вашей моя мечта это гелик наверно я много раз слышал и понимаю что машина хорошая но поставить на не ездить короче не прикольно типа но я по альбому себе даже если она хреновая по-любому куплю чуть-чуть даже если не понравится все равно я должен ее купить осуществить свою мечту ну в принципе у многих это единственная машина ты бы допустим если это была бы вторая машина там первая бы что хотел на каждый день если что вообще я не знаю почему может комплекс наполеный на я люблю большие машины я хочу тундру еще тундра чести вот именно большая вот такую я хочу она не сильно удобнее наверное да я в москве мы ролик снимали с ней я на ней чуть поездил она прям огромная я в моменте мог займись колеса на бордюр заехать я не чувствовал но я прям прикал из больших машин не знаю почему наверно можно вот туда взять у нас тоже часто спрашиваем по советам для молодых ребятам кто начинает дальше заниматься блогерством тут уже занимается вот силу там того опыта который у тебя уже есть да какие предостережения какие советы ты там мог бы дать молодым начинающим или уже состоявшимся сейчас очень сложно стал потому потому что все начать этим заниматься и вот очень сейчас сложно вылезти потому что очень много людей сейчас этим занимаются все пытаются пробиться в блогерство в эти движения и единственную совет это просто не останавливаться потому что сейчас намного тяжелее вот бывает метод видео не заходят не заходят не заходит не заходит и человек уже ломается думать да нахрен это надо это время чего-то зря тратить если понимаешь и чувствуешь что ну как-то идет как-то тебе это нравится то обязательно прям до того никогда не знаю что у тебя стрельнет вот тут с этим чувак человек есть просто тип снял просто одну видео так снял и все сейчас он мир разве года вот он откуда знал что не будет залететь и вот так тоже часто поставить что что делать какие-то прикольные движения не надо никого стесняться но есть моменты когда грань переходят главное ее не переходить чувствовать эту грань его двигаться дальше не останавливаться в начале естественно трудно не будет заходить сто процентов но по-любому найдешь своего зрителя просто дальше делай по-любому что какая должна быть особенностью там начинающего блогера для того чтобы работоспособность выстрелить короче работа способность поймут у меня очень за проблем можно взять сейчас аудиторию вот тоже сейчас честно я не знаю вот ты отслеживаешь вообще одну тренды саму да наверное замечаешь кистое приходится что сейчас актуально вот по идее что я должен делать как какой-то тренд появился естественно вы должен снимать сразу вот у меня с этим проблем всегда именно с роликами а если на моем странице построить так просто чуть-чуть пролистать уже можно к началу прийти я очень редко снимаю у меня вот последнее время уже что-то придумать очень-очень сложность с этими идет вот у меня бывают заказы роликов рекламных естественно все хотят ну юморное что-то на то меня так скапливается я вот не могу сесть вот собраться и вот придумать что-то смешное что башка не работает естественно начало планов нету команду собрать создать команды уже вообще по идее это хорошая вещь собрать команду но единственное что даже почему я не хочу кого-то нанимать кто-нибудь ну сценарий писать это то что у меня вообще свое видение кто-то что придумать но он для меня это как-то вообще нет вообще по-другому вижу и вот не знаю так это или нет но бывает такое что у меня в голове ролик я вот понимаю что смешно я понимал что это людям зайдет вот это с ним еще натуре людям заходит я не знаю кому чувствовать надо я не знаю ты допустим опять же снимаешь сам да как правило все снимаешь и на телефон на то все снимается на телефон и желание там куда более профессиональную съемку выйти желание есть более качественно желание есть вообще желание есть на youtube перейти но по мне пока youtube такая сложная тема пока она найти свою нишу там что именно снимать это аппаратура все по-любому надо потому что на телефон то особо не снимешь вот там нужна команда уже сто процентов вообще я думал на ю тубе сериал снимать и пачу вот не знаю придумать чем с этим может быть окна до этого дойду но пока пока в инстаграме пока на этих роликах ну персонажа все все больше и больше их будет пока сам ходовой то и пачу не знал все нравится пока так также тебя можно поздравить с победой 222 боя было два боя выиграл к откуда было предложение как ты решился на это вообще вообще за тема сильно хайпанула вот эти бои ну много друзей меня знакомо грите под играть не хочешь выступить не ходит ну давай еще когда вот сардаров запустился с тех пор не еще запаять не хочет не файл не интересовался своей тем более иногда не дрался и то что там на ринге вот на улице иногда не дрался даже действий год один раз я подрался это драки на завершие все никогда не было таких случаях я подрался я думаю зачем это и тут наш астинг это акцопанов создался промышлен правду я что бои сделали что-то 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 и опять меня запарит начать и поэтому легко может было пробиться как-то я влачем были мыслить по можно что новое надо везде себя пробовать и мне звонит наш знакомый они по-моему братья ну не так сказал с этим хэдэган супом ты ведь не хочешь подраться я что-то меня в голове замкнуть почему нет я поставил от чего-то бегать я можем было да вот вот типа через три месяца три месяца из подготовиться поддавая на углу давай умерти соперника найдем проходит три месяца молчат и тут сах и так спал меня позвал он с никуями просто есть сидели я к не подошел типа так то так то ты с этим будет раз с корней тарасовым а его уже знали мои друзья тоже это все а я вас для они не следил я особо за этими бойцов не знаю я лун так может такой короче 4 ты его выбрать я одну давай ну так месяц я я мускай давай уже на следующем месте уходит подготовить он хорошо в итоге мне в эту в этот вечер пищи подавил все таки щас в сентябре поделись а это было в августе мы стиль в конце сентября все-таки подвизь другом потом потом не согласиться я думаю я и фума а у меня друг него кстати тоже такая же болезнь он он тоже бросил сейчас тренирует я вам говорю об этом так то так приходили на тренировки вот месяц готовимся 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 и пришел день боя у меня очень сильно прикололся честно волнение было какое-то естественно нет я не знаю почему потому что всю жизнь на борьбу ходил меня постоянно волнение было при старом всегда мне вот это волнение было вообще не что на сцену выхожу на ковре меня это волнение у меня боясь сцены есть а вот именно там я не знаю именно уверен был что не знаю выиграли вообще похер было знаете по соперникам и второй да еще соперник второй еще соперник да но это вообще ситуация была я был в сочи я не пишут типа только в так числа ты дерешься там две недели осталось я все это время после первого бойника вообще не тренировался два раза на тренировки пришел этот мне пишет ну кто меня тренирует пацан типа бегать там с утра хотел бы просто бегать я бегал мне тренировку скину там в бой стене это все дело короче и опять бой он такой худой был высокий не почему-то с высоким легче я не знаю почему и типа так-то так-то у него он киркиз и он тоже блогер вот это 700 тысяч подписчиков и их их оттуда с его стороны а тогда на втором бою короче давали телефон iphone за 500 тысяч там золотых гравиров и кайза лучший бой короче я одну тайгу как скорее пострадаю думаю может опять что получится дам них она не получает за 2 закончили нормальная тема честно я после боя вызвал мурадов этого таксиста это планируешь вообще дальше уже 2 у них шатур не будет проходить декабре но имени написали наверно соперника не нашли меня очень сильно волнует вопрос конечно у тебя ты сюда закинул сообщение хазбика все кто писал угадали 20 процентов просто оказывается он еще в октябре на меня газанул это будет это после моего боя когда его вызвал почему-то это сообщение видел обещается кипиш короче мигерный бой я вызвал все за по приколу хазбика а это начинает ответил до походу я узнал это было хотя не знаю потому что мы дрались сентябре в конце а выложили это через в октябре в конце короче а он мне написал в начале декабря ты не увидел даю совершенно измечения тут их вообще просмотришь то что момент бывает запрос захожу что читать после время вообще почаще начала ходить я вспомнил ему давно еще писал у него еще 200 тысяч было я ему писал либо менеджер типа реклама сколько стоит нет ответили там и на вчера ночью просто в час ночи лежу и думаю куда он писал и просто зашел сообщение и смотри как сообщение от него не играй в клоуне я все сюда в голос заражал очень сильно в час ночи ты ответил ему в итоге сегодня ночью я не ответил естественно сегодня он днем ответил я говорю что за предъявлю смеюсь и он прочитал не ответил мне короче я не знаю на что именно мне это написали просто бой еще не вышел когда он написал может ему передали я не знаю у него реклама на тот момент на тот момент у него 5 ты что сейчас учался этот как и на равендах каком-то интервью было типа в россии где ты человек который знает весь мир это путин этот хабиб и хазбик короче него реально все уже мировая звезда считай это то что ты этот вызов вызов до бросал куда ответ последовал размолчат наверное нет но он наверное запрашивать тоже немал вот недавно где-то тоже корректипанк за месяц 10 минут заработал вот тоже вещь как человека судьба выпала просто таксиста кинуть даже хабиб же тоже комментировал тот момент то что такая вот ситуация некрасиво получился в итоге привела вот насчет этого типа все как ему подражают там как-то он его обозвал еще там мудак и что-то короче еще какой-то бои за него отзывался так и единственное что я не понимаю он уже к этому не стремился уже это не хотел вообще таксист выложил вообще не понимал что его снимают вообще не понимал что это больше такое к публике наверно было больше мы не возникали сны сюда мудила там я не помню как точно может сам этого не хотела к этому не стремился так получилось что он не хотел чтобы подражались там все ну какие-то какие-то свои взгляды у кого-то людей а так не знаю сильно будет сделать будет нормальная тема там еще даня милохин был я еще на бою выхожу и смотрю он сидит я хочу сказать и после боя там что-то ему поговорил а по подготовке как проводишь вообще подготовку к бою какой-то план бывает у вас единственное что я готовился на корне потому что первое в жизни можно вообще после боя уже там знаешь какие-то выводы же делался и как ты видишь уже дальше процессе кто-то реально там допустим уже куда серьезный соперник да какие планы что тоже силоска не получает они до игрался не только это выда ну тем не менее ты как бы все но крепко сложенный свою роль играет то есть профессиональных спортсменов за кем следишь кого больше все всю жизнь я следил за борцами не нас кем у меня следил за своими особо ну с кем я знаком был баев вот эти все чай пик чермен валиф из таких самых топовых не знаю как только за песком снимали рамонов хитрик эти естественные свои пацаны а вот сегодня из так молодых кого мышь отметить чего зла нравится да я это еще вспомнить на ваш об альбом кого-то забыл учебе сейчас прям хорошо идет теги в ту жесть ну помпом помпом по молодежи борется из молодых из молодых ну сигарту считай молодой сама ну когда занимался блажь тоже мечта наверное была очень сильно узкал анипийский чемпион стать медаль как-то с этим мирился вообще с тем что тебе пришлось там бросить ну смело оси пьяна пир у меня кита перспективы были вот я себя там уже и начал что вот выигрывать это все мне намного тяжелее было трассы с этим расставаться но так как я не особо такой хороший борец был не было самое большое достижение вообще в республике три раза подряд третий становился на республике помогает по молодежи нас особо таких ничего не два раза что выиграл там в ростове в абхазии вот такой особо ничего не было и просто мне это нравилось я очень хотел одну по этой теме двигаться по борьбе в борьбе олимпийский чемпионом стать мечты были конечно но раз не дано то опять же ты же еще в школе да тебе тоже все сказали что тебе нельзя заниматься то принципе вот когда тебе какую-то рамку поставили тут твоя реакция как-то с этим просу ты будешь там не очень снимаешься блин ну ладно тогда ладно вообще такое не было единственное вот я лежал в москве я лечился там рам ну больница такая серьезная но все дети что были они все были вот такие сложные дети были там кубы кто-то от гормонов такие ну полный там некоторые в колясках были короче вот я начал заниматься и лучше меня там никто не видел вообще вообще никого не было моменте были на там иностранцам показывать его смотрите как наш лекарство помогает вот меня еще одна мечта была и на борьбу пошел я очень сильно хотел кандидата сделать и вот больницу придет с ними показать вот вам я его все еще детям сказать не отчаивать и сяюсь все нормально и в итоге кандидата я получил 18 лет а уже тогда в эту больницу не попадал потому что детское отделение был браке не получилось показать обратное доказательство да ну я люблю вас он к нам не что-то говорят типа так делая ты себя уперт я нам все это подобные ситуациям как относит ну там касаемо то что врачи сказали лица каких-то моментов там 10 когда цеплял туда задевал тут или какие-то такие были наверное случаи то есть конфликты как ты получил я не до конфликтов небо я не знаю почему не граммя конфликтов не или кто никогда не цеплял там не знаю ну очень редко когда что было но в основном нет я не знаю меня любили я всех любил так конфликтов особо не было насчет врачей но это их работа это по-медицински вот нельзя мне хорошо они обязаны мне это сказать то уже как ты сам себя чувствуешь вот я чувствовал что мне это надо мне надо тренироваться меня заниматься и мне это на пользу пошло кому-то может на пользу не пойти если он чувствует что и надо то лучше не надо смотреть по состоянию до я понял что он не нормально идет мне еще врач тогда сказал типа если ты на борьбу не пошел хотя бы на ногу раньше типа опять обострение началось а то что ты постоянно двигался это все так типа нормально было вот когда опять вот где-то 22 началось я пока не планировал бросать борьбу думал чат ну вылечусь опять начну потом подумал я уж у меня уже 23 уже для борьбы сети ничего не показался это уже поздно естественно бывают случаи когда все возможно но он думал зачем зря время своей тратить что займусь чем-нибудь а так вот в целом на сегодняшний день что считаешь таким самым самым большим достижением жизни это может быть что-то маленькое в принципе но вот именно значимое для тебя достижением это наверно я еще недавно об этом говорил то что я сейчас не назовешь уровнем но момент такой жизни что я вот что-то захотел я могу это сделать там например куда-то слетать там где-то побывать полететь поехать кстати на редких ограничений рамок нет то есть то что тебе нужно ты можешь себе позволить на не все конечно естественно не все основное все снова да что возможно то могу да там здесь как бы как рост были какие-то ограничения то есть не хватало чего-то или ну естественно я не у нас и такая семья прям было по брендинской галерицу даже хуже ну ниже среднестатическая такая у меня имеет они да не мешал я никогда не жаловался на это здесь же просто бывает часто бы ребенок это как-то тяжело воспринимает там когда у кого-то есть но это сейчас раньше ничего не было небо такого что блин его там телефон у меня нет нас у таких телефонов тоже не было раньше у нас было нормальное детство без интернета слава богу что я очень рад что я попал в этот период когда интернета не было и у нас нормальное детство было не было таких вот какой-то зависти там у него есть это и сейчас дети намного сложнее с этими айфонами особенно там не все же могут себе позволить ребенку купить телефон и вот они в этом обществе находятся где у детей там все есть у него ничего нет и нас эти наверное в этот на этот данный момент вот период жизни намного сложнее справиться с этим нежели как ну так хотел бы чтобы допустим дети занимались тоже блогерством или чем-нибудь таким но это связано тоже будущее сейчас время такое что это прямо на самом таком пиковом уровне все об этом говорят сейчас это самый основной такой ну сейчас интернет уже у них другого выбора не будет в этом направлении двигаться не знаю до старших как как бы у тебя родители поняты как бы зарабатываешь да уже не результаты видели твоих трудов как вообще объяснить вот знаешь нашим поколение блогерство да как старшим поколения объяснить что это такое вот как ты доносил даже голове на двойность вы как объяснить там те кто-то спрашивает из старших вот объяснить кто ты честно будем не мог объяснить человек в этом ничего не понимают и вот как ты ему это объяснишь просто говорит что сейчас вот такое время это может там хорошо заработать хорошо подняться в этой сфере вообще в люди выпьется на этой теме так тому допустим почему считаю что как ты считаешь за счет чего ты это можешь делать почему тебе это допустим давно условно так как к этому относишься то есть не у каждого это получается и каждый это может у тебя получилось я понимаю что меня получается и я понимаю что надо в это двигаться раз получается вообще всегда хотел в кино сняться здесь я всегда здесь захотел знаменитым стать кое-как мне вот это приоритет был и вот сейчас тоже от стремлюсь к этому штуку ну может получится в фильме там снятся сериал я не знаю как-то в этом направлении развиваться помнишь плане актерской игры и так далее это какое-то обучение пройти честно я не хочу сама очка просто ну да как сама очка ну просто сука сейчас сука блогеров которые в сериалах снимаются то этот момент а я не думаю что они тоже учились там ну а лучше когда фильм смотришь там наверно какой-то анализ проводишь да там допустим если бы ты играл ты в основном я себя вижу естественно юмористических фильмах вот серьезная не могу сняться я не знаю там заплакать туда все мне очень сложно вот юмор сиска я с ним был момент короче мне холстер звонит типа тяга с тнт ищут там сериал снимался очень просто нужен был маленький фрагмент где тренер кавказ типа кавказ есть тренер там минута что-то кадр и номерами обменялись я не пишу типа вот волоте текст и типа запиши газ на видео как это будешь говорить а и для вашу для прям как фильмах есть вот грузинский акцент а не я такой где-то видео 10 снял и не все так хорошо мы согласуем и все они больше больше не ответили теперь у тебя цель снять свой фильм до теперь я целью патчу снять так любимые фильмы каким можешь выделить три любимых там любимых актеров вот сам мой любим фильм который не искал смотрю это невидимая сторона это клана роли блин как эту актрису вообще главный роли там пацан такой темнокожий большой американский футбол добавил тогда на реальных событиях фильм вот его очень сильно для могу не сказать пересмотреть очень сильно понравился фильм от и лег он тоже на реальных событиях и какой еще можно выделить один один плюс один еще это я у вас пятнадцатый осмотрился вот меня люблю больше такие на реальных событиях то есть на кого ты там смотришь там пытаешься учиться у кого-то вообще всю жизнь любил джеки чана и джим керри короче вот но на джим керри больше схожи с ним как по мне вот его игра в то же время он очень такой глубокий человек вроде как депрессивно в основном такие люди такие бывают брусле обожал ты себя можешь так таким отнести меня такие периоды когда не хуйся шутить особо ну в основном я да не такой ну как я себя показываю у меня и такой чтоб я прям депрессивно там но в основном я и настолько вот весь веселый вот сам сам собой когда наедине я не скажу что я интроверт но такие моменты есть вот что дегрил я в город там и могу один поехать там посидеть подумать а шубер там по самым настроение как обвал что ну какие-то слишком высокие ожидания вот там новый знакомый еще кто-то и ждут наверно каких-то там какой-то юмора бывало такое что-то короче вот когда новые знакомства вот все говорят все и вот 90 процентов говорят что мы думали ты высокомерный крутику это он кончен и вот ну хорошо то что когда так думают а потом когда узнают и меня цены лучше так чем нежели думают что я хороший потом когда узнает на что ты кончен друге кончен когда один хожу например у меня постоянно серьезно лицом ходил с таким лицом ходил все думают что я кончен какой-то ну и мне это не так фоткаться там подходят подходят знакомиться спрашивают типа ты как не запарился типа этот те как это не запаривает самого чего это подходит здороваться всегда очень много людей даже кого я не знаю все подходят осетия это меня это вообще никак не напрягает когда подходит знакомиться ой знакомиться фоткаться не наоборот нравится но я удовольствием получает это же кайфе играть подходят фоткаться и про съемки нелепые были случаи там вот у меня боясь камер боя сцены и вот я до сих пор не привык что я вот так на улице я могу историю снять потому что мне по станка что они смотрят думать что за долбачья я вот постоянно ищу место и жду пока все разойдутся вот резко быстро быстро что скажу на улице я даже москве не мог тебя снять в истории просто в москве он всем похер на меня я не знал уже легче с этим в начале общение мог сейчас как-то уже более-менее пойму да хотя напрягает именно то что другие подумают или ну что тебя снова почему чеку вообще вообще считаю что это уже менее общение но что тебе за негативное именно негативно что у меня останавливает что тебе же не удобно не знал как они пока его чувство не неудобно мне при людях такое делать я не думал о том что они подумают ну именно как тут ну ты сам не пока я не знаю я стараюсь этим справляться как-то вот знаю что не надо и вот целенаправленно иду вот записываю но все но не бывает такое что вот как я хотел так записал потому что ну я себя как-то скован на чувствование а так я могу где-нибудь уйти во двор там видишь ничего нет и нормально снять как надо я предыдущих выпусках забывал спросить у наших героев кто здесь кто где стрижется ты где стрижешься у меня они такое определенного определенное место и для стригу и потому что она вас стригусь и просто я нахожу я не будь захожу там побреди меня в основу где-то возле дома там парикмахерский в эти я не хочу не хоть ну были моменты насчет рекламы приходил как-то называется насчет барбешок и барбешил да такие места не вижу смысла из-за лысины приходить в принципе сюда приходят как сказать любой желающий очень много кто на лысо побрится кто-нибудь машина кто лезвием греется ну как правило большинство приходит из-за атмосферы то все ну такое мужское свобода атмосферы больше из-за этого то есть да конечно подобных заведениях стараются какой-то уровень поднимать именно сервис качество стрижек не так в этом кайф весит в этих барбах там сидишь все по кайфу да именно первостепенно конечно это в целом как-то уровень стараюсь поднимать и качество стрижек и сервиса и конечно создавать такую комфортную атмосферу здесь тоже все очень классно для детей там многие дети детьми приходят то играет во что там футбол даже на это злую погрушим удобная вещь на то есть большинство принципе приходят для атмосферы вот и хотели тебе подарить наш сертификат в принципе теперь ты сможешь как бы сменить имидж или нас уже здесь такой небольшой подарок и большое спасибо тебе большое спасибо что нашел время и сняться в интервью всего а души и и и Продолжение следует...